МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для вечного огня, который является символом великого родного подвига советского народа, собрались ветераны войны, былые, малолетние вязни, партизаны и подпольщики. Это люди, которые в годы Великой Чинной войны унесли значный уклад в вызволении нашей краины от немецко-фашистских захопников и одночасово продемонстровали своим подвигам, что у белорусского народа за все дыбы уесть и будь запас трывалости. Сирот запрошенных на мероприемства, так само представники улады, протонных коллективов, громадских организаций и объединений – молодь. Яны в свою чергу света заховывают память об тех, кто ценой своего життя отвоевал великую перемогу и безмерно удержанные тем, кто с долей упережить усиня годы войны. Урачистый митинг у парка фестивальна был проведен у рамках грамадзянско-патриотичной акции «Беларусь – земля славы ратной», якая ладится на территории Гомещины уже 10 годов. За гэтый час Курган славы пополнился землей амаль с 300 героичных местцов. Па час митингу у него была закладена земля, привезенная с шести областей нашей краины. У дельники митингу ушановали память загинувших у годы Великой Чинной войны, усклали вянки и кветки до Кургана. У адрес присутных ведовожства у нашего героичного минулого огучали щирые душевные слова подзяки. Яны в свою чергу уже дали подрастающему поколению шановать и заховать адвоеванный такой дорогой ценой мир на нашей родной земле. Пожелаем молодежи, чтобы укрепили нашу боеспособность, помогали нашей белорусской армии, в том числе брать пример ветеранов войны, которые по 18-19 наиболее лет сражались за защиту родной Белоруссии. Самые масштабные ведущие массовые мероприемства, примеркованные до Дня незалежности, запланованы на завтра. У Гомеля свято распочнется у 10 годин ранец с традиционным шестем поголовной в улице города, якое завершится церемонии ускладания вянков и кветок до мемориялу «Вечный огонь». У программе мероприемства так само город-майстро у сквера имя Андрея Громыки. Молодежные спортивно-забавляльные программы на площади Павстанье и площади Ленина. Святочные концерты с уделом творчих коллективов Гомельщины. Дарыш, и самым массовым из них станет концертная программа «Мы белорусы – мирные люди», яка отбудется на плясу Цыкаля Медицинского университета. У целом, 3-го липеня для гомельщан и гостей областного центра будет организована саправдый текавая и насыщенная культурно-массовая программа во всех районах города. Наши корреспонденты подекавились, как гомельщане сбираются святковать День незалежности. Прямо с утра с ребенком на площадь и смотреть шествие ветеранов, участвовать. Ну и в течение дня тоже самое. Здесь на площадке будет зырка. Насколько я знаю, будет программа хорошая. Лично я с семьей на дачу уезжаю. В городе тоже программа интересная. Может быть, наш уже возраст, нам хочется больше на природах. На городские праздничные схожу, а потом уже на дачу, в кругу родственников. Собираемся в город с друзьями, походить по выставкам, возможно, поучаствовать в каких-то мероприятиях, которые будут. Ну и посмотреть на концерты. Вечер, может быть, пойдем на салют, но это еще пока не решено. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадо и компания «Гомель». До новых тем выпусков. Те плануются открытие у Гомеля новых буйных гандлевых объектов. Накольким это згодно будовать их у центра города. А так само те могут аматоры фастфуда различовать на заявлению областным центра «Макдональдса». А в развитии розничного гандлевого гомеля материал Святланы Князевой. Розничная гандлевая сетка «Гомеля» наличивает больше за 2250 магазинов площадь 275 тысяч квадратных метров. При этом размеркованные объекты по территории города неравномерны. У Жигару областного центра часто возникает пытание, че з'явятся буйные гандлевые объекты у центральной части города. Однако задоволить гадание гомельчан не так просто, их сдаётся на первый взгляд. В центре города преобладает плотная застройка как жилого массива, так и административных зданий. Поэтому для строительства любого нового объекта предполагается снос. Як показывает практика будовництва буйных гандлевых объектов, гэта не толькі працаёмкі дорогі процэс, а лі достаткова доготерміновы. Однако Гарвы Конкам на сёнішній дзень отшуквае махшымаці по выделіні земельних ўчасткав под их будовництвом. Пиралік інвестиційных пропанов размешаецца на сайте гомельска Гарвы Конкама. Уносіцца пропанову і непосрідно конкретным інвесторам. На перше ліпіння бягучага года покажчик забезпеченність гандлёвыми площами на одну тысячу жухару Гомеля складає 525 квадратных метров. Планується, што на перше студене 2016-го года за кошт открытя буйных магазинов ён складе 600 квадратных метров. Як показывает мировая практика, все крупные гиперсупермаркеты, молы, они выносяцца в большей части за территорию жилой зоны застройки города і находяцца на в'ездах или на выездах города. Што тычыцца гандлёвай сеткі у центры города, як правила, тут размешаюцца невялікі магазіны кроковой доступності. Гэта тлумашацца шильной забудовай жилога масіва і адміністративных будынкаў. Тому гарвы конкамі управлінні гандлю і послух накеруюць свою работу на патрыманні існуючых аб'єктаў громадського харшавання і рознічнага гандлю. Неабходна задаволіць пажаданні покупнікуў і ў ценовой палітицы і ў асартыменте тавару. В управлінні гандлю і послух згодные, тут ёсць над шым працаваць. На сёняшній дзені суб'єкты господаранні распрацавалі план мерапраємства ў тым ліку і пары конструкція існуючых аб'єктаў. В частности, относительно магазина «Колокольчик». Он принадлежит акционерному обществу «Сахарторг». И, насколько мне известно, в настоящее время прорабатывается этот вопрос. Возможно, в конце года, в начале следующего, эта тема разрешится. З'явяцца ў обласным центры і новые аб'єкты гандлю. Добрая новина для аматораў фастфуда. Плануецца да адкрыця «Макдональдс». На ёго обдаўніцтва спатрэбецца ад аднаго до троў гадоў. Заразы дзе распрацавка праектна каштарысныя документациў. Нададзіны момент буйныя гандлёвай аб'єкты ў основным будуюцца ў новых микрорайонах. Але треба адзнашыць, многім падабаюцца мінавіта магазіны крокавай даступнасті. Я, в принципі, положительна к маленьким магазинам, которые, допустим, находятся возле дому у меня. Товары, такое, перо необходимості. Цей же молоко, хлеб. У Міністерстве гандлю распрацавалі комплекс мероприемства употрыманных гомельскім абалваканкамам і гарваканкамам, накерованных на развецё гандлёвай сеткі невялікіх магазинов площай ад ста до чатырыхсот квадратных метров. У тымліку за кошт выводу з жилфонду «Кватэр» на перших паверхах шмат паверховых дамоў. Светлана Князева, Валері Хапанько, Телерадоў Кампанія «Гомель». Супрацавнікі Гомельській абаласной бібліотекі аутары книги «Живая память маё сямі» стали першими лауреатами літературной прэмії Угонар Фелікса Мыслицкага. Прэмія заснавана Гомельським адзялінням Саюза письменників Беларусі. Уручацца я набудзе ў юбилейны гады паэта. Тэт реалізовану прэзентацю книги праставіли ў обласной бібліотецы імя Ленина. Нагадаем, крэзнаушы праект «Живая память маё сямі» был рэлізованы сёліта да 70-годзе Вялікай Пэрамогі. Над праэктом працавалі бібліотекары Гомельськай в області. Аутарами сборника опавяданніў стали Юры Максименко, Олег Ананіў і Юры Рачынскі. В аурашыстых абставінах обласной бібліотецы было перадацена удар унікальнае выдання, падрахтаванная беларускім таліграфным агенствам. Фотоальбом Пэрамога, га нарымся і памятаем. У яго вошло каляд 400 фотосдымка ў ваэнной хронікі. Кніга зоімагоднае месце не толькі ў фонде бібліотекі, але і на ўсіх патриотычных меропраемствах. Одну з їх пройде завтра у Добрушы, де ад будзіцца театрализованная презентация книги «Живая память маё сямі» ў выкананніе народнага театра «Гракі». У мене в руках книга – це основа нашого проєкта. В ній принімали участье бібліотекари нашої області. Вони собирали матеріалі для цієї книги, собирали воспоминання участників Великої Отечественній війни. Це і герої-подпольщики, і партизані, і герої Советської армиї, і прості мирні жителі, які на своїх плечах вонесли все тяготы жизни под оккупациєю. В ньому ще приняли участье і художники нашої гомельщини. Вони предоставили свої роботи для того, щоб ми кожний розказ змогли стилизованно проиллюструвати. Святошній виходні на гомельщині будуть спякотними. На протягу усіх трох ближайших дзін чекається маловоблашна і безопадка у надвор'ї. Сьогодні у наші температура по ветру в складі плюс 9-14. Завтра у день прогнозується от 20 шатырок до 29 градусів тепла. У субботу і неделю слубки термометра уздымутся яшчевы шей. До 18 градусів наші і звыше 30 в день. Супрацівніки МНС прогнозують ускладнення пожаронебезпечной ситуації. На більшій шасті території в області пожарная небезпека буде 3-4 класів. У Мазірськім районі – 5 класа. Нагадаєм, што наведування лясоў по усю територі регіона знаходзіться пад заборонай. Новини регіона і інформацію о проектах Телерадио компанії Гомель ви можете знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым випуск завершен і у студії працавала Маргарита Шубукова. Усього добрага і до зустрічі у ефіре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова